Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, а также основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Друзья, напоминаю, те, кто еще не подписан на Политеку, пожалуйста, подпишитесь и прошу поставить лайк этому видео. Традиционно начинаем с обзора и анализа ситуации на фронтах Российско-Украинской войны. Россияне смогли вклиниться в оборону Вооруженных Сил Украины под Торецком на глубину до 2,6 км и по фронту до 5,6 км. Такие оценки дает эксперт группы информационного сопротивления Константин Машевец. Он описывает следующие детали. Причем, похоже, что в южной части, цитирую Машевца, этого вклинения противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря, проехавшись по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции. Причем даже на спутниковых снимках виден обустроенный опорный пункт. И заехав в село Южное, прямо по улице Ленина и улице Красной, вплоть до улицы Харьковской, чуть не доехав до соцгородка. По мнению Машевца, удара на Торецк с востока украинское командование не ожидало, поскольку рассчитывало, что россияне будут окружать этот район, прорываясь в южне к трассе Покровск-Константиновка. В общем и в целом, как вы оцениваете ситуацию на фронтах Российско-Украинской войны? Ну и, конечно же, Торецкое направление и то, о чем пишет господин Машевец в фокусе нашего внимания в том числе. Интенсивное сведение боевых действий за сутки 136, по-моему, было из них 36 именно на Покровском направлении. То есть Покровское направление остается прежнее, стремление там выйти на Константиновку, на дорогу и сосредоточить. Здесь усилия противника, однако, где они, очевидно, проводят разведку каких-то моментов и находят слабые места, то пытаются использовать и им это удается. По западным, западная аналитика, специалисты по Торецку дают свою версию произошедшего. И, скажем, сводят это до того, что противнику удалось использовать рационные действия с нашей стороны. Кто там выходил или как действовал, что-то из этого, может, когда-то скажет Генеральный штаб. Посмотрим по информации других специалистов. Но, как минимум, видите, вы версию изложили. Плюс, значит, западные какие-то источники говорят. Но, к сожалению, так или иначе, противнику удалось продвинуться вперед. Это вперед, да, это, скажем, немало километров уже, не по 100-200 метров по посадкам, а сразу вот так. Причем не введение интенсивных боев, как это стало очевидно, вот в таких условиях. Вот, ну, сейчас там стабилизируется ситуация. Насколько это стабильно будет, и в ближайшее время будет ясно. Ну, вот есть две версии того, каким образом это произошло. Мы помним, что были, так сказать, и в очередному ротационные, использовались моменты, и теперь от очередного в разные стороны противник, как бы, ведет свои боевые действия. Мы помним, что там, скажем, на Харьковском направлении первоначально удалось продвинуться за 10 километров, но стабилизировались ситуации. Даже проводим контратакующие действия и под лицами, и в Овчарской районе тихо и глубокое под лицами. Вот, поэтому, ну, к сожалению, да, бывают и вот такие моменты, как произошли на Торецке. Надо делать выводы. Ну, тут вопрос вообще стратегически заключается в том, для того, чтобы не тушить пожары по направлениям, должны быть резервы. Вот резервы обеспечивают стабильность, что в обороне, что в наступательных действиях. С резервами у нас не лучшим образом, ни в смысле вооружения и техники, ни по личному составу. То есть мы и там, и там догоняем ситуацию для их формирования. То есть, Игорь Александрович, вы разделяете точку зрения маршевца относительно того, что удар на Торецк с востока, этот удар стал неожиданностью для украинского командования. Думаю, что да. Также есть информация о том, что российские войска провели целый ряд продвижений на Покровском направлении, в Евгевниевке, у Новоалександровке и Сокола. Это также отмечается на карте украинского военного ресурса Deep State. В свою очередь, Министерство обороны России утверждает, что российская армия захватила Новоалександровку, Покровское направление, и спорно, это северское направление в Донецкой области. Украина официально этого не подтверждала, но ранее украинские военные паблики писали о захвате Новоалександровки. Да, к сожалению, ну, мелько мы говорили о Покровском направлении, что он является наиболее важным, тяжелым, и ведут интенсивные бои за сутки 36 как раз из 136 на этом направлении. И в результате такого рода действий противнику удалось продвинуться на тех направлениях, на селенных пунктах, которые вы перечислили. Тем временем бойцы Азова и 95-й бригады и сводных подразделений вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с ряда позиций на лиманском направлении. Захватчиков отбросили от населенных пунктов Терны и Ямполевка в Донецкой области. И украинским воинам удалось закрепиться на освобожденных позициях. Об этом сообщает пресс-служба Азова. А также рассказали в Азове, что с начала года противник непрерывно атаковал позиции украинской армии на лиманском направлении и отмечают, что ситуация на направлении была угрожающей из-за того, что оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить украинский поселок. Да, ну это вот пару суток тому, как провели такого рода контратаки силы обороны Украины. Здесь что важно напомнить на мой взгляд, что силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию активную. Активные предполагают при наявности формирования хоть каких-то резервов, хотя бы тактического уровня, как в данном случае, их надо использовать. То есть не просто стоять в обороне, к чему привыкает противник, он ищет пути превышения эффективности наступательных действий, и так или иначе это будет проявляться в дальнейшем с той стороны противника. Поэтому оборона должна быть активна. Пример этому, как раз действие на лиманском направлении, тоже, видите, для противника это было неожиданно. Ну, в принципе, это война. То есть каждая сторона ищет слабое место в действиях другом и пытается, другой стороны пытается это использовать. И мы вот в сегодняшнем эфире убедились, что они это сделали на Тарецком, а перед этим, если на карту посмотреть севернее, Ямполевка и Терны, удалось провести, значит, сутки чуть больше действий силы обороны Украины, провести контратаки. И это с учетом того, что по основным параметрам вооружения и по личному составу противник преобладает наша вооруженная сила. То есть там надо по-прежнему работать над тем, чтобы работать по вооружениям союзниками и свои предприятия военно-промышленного комплекса. А с точки зрения военнослужащих, это эффективная работа мобилизации, которая тоже сейчас в полном объеме эти вопросы не закрывает. Также появилась актуальная свежая сводка Института изучения ВНИ относительно событий на Харьковском направлении. О Волчанске речь пойдет. Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов возле Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанский. Украинские войска, как сообщается, окружили российские войска. Согласно геолокационным кадрам, от 30 июня российские войска продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска. В свою очередь Евгений Назаренко, украинский военнослужащий, отметил, что силы обороны контролируют все подступы к агрегатному заводу в центре города. И окружили подразделение 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, украинские военные непосредственно не штурмуют агрегатный завод, ведь это может привести к потерям. А какие существуют дальнейшие, на ваш взгляд, сценарии развития ситуации? В целом, про динамику вы сказали. Идут бои в самом городе. А тема агрегатного завода этого уже стоит пару недель. То есть, они в таком порыве наступательном форсировали Вовчу, речку, зашли, потому что, ну, сами строения, если туда зайти, то позволяли как бы закрепиться и, как они полагали, на основании этого продолжать дальнейшее наступление. Однако вот здесь у них не получилось, ввиду того, что все эти планы сорвали наши оборонцы, блокировали в этом заводе. И вот там у них доставляют воду, продукты, медикаменты и боезапас. Ну, были, там прорвалось раз или два МТЛБ. Остальные разбивали наши группы, пытались в основном, как бы, уничтожались, мало что туда попадало. И поэтому, сколько могут, дронами пытаются доставлять вот что-то в эту окруженную в таком маленьком котле. В народе это больше, как бы, понятно, там кратил для них. Небольшое количество, разные оценки, может, и пару сотен их там, или плюс-минус. То есть, но состояние такое, для того, чтобы их там всех, если не сдаются, часть там сдавалась, небольшая часть остановлась, пытаются отстаивать, устаивать. То, если их атаковать там, то это большие потери, потому что это достаточно укрепленная зона. Поэтому наши, наверное, выбрали тактику того, что надо бороться в целом за город и вытеснять с города, насколько это возможно, оставляя этот анклат заблокированный. Таким образом, раньше или позже он пойдет. Это, опять-таки, если устоять и реализовать наши там действия, если восточнее от Вовчанска в районе тихо, значит, позиции улучшились, якобы. И вот если используют эти выбить из Вовчанска, на север от Вовчанска за несколько километров, они организуют уже оборонительные рубежи, партизационные сооружения создают. То есть, их запас на текущий момент наступательный, что здесь, что в районе Липсы, он так во многом истяк. И тут вопрос, опять-таки, не сработает, вот где-то резервы, которые формируют одну или две армии, о которых говорили, то есть, ну, говорили конец мая, они сформируют начало июня, июнь уже прошел, вот. А эти резервы или они постепенно где-то их используют уже, то есть, опять-таки, неэффективны, как это бывало ранее, эти резервы, потому что наиболее эффективно это формировать соответствующую структуру, объединение, если это армия, и ее в таком виде задействовать. Ну, пока, значит, ни разведки, ни наши, ни союзников, ни сами боевые действия не показывают, что они куда-то вывели такого рода резервы. Поэтому на текущий момент на Харьковское направление и поднаправление, это непосредственно на Харьков-Липсы и другое поднаправление Харьковское, Баку-Повщадское, состояние делать вот такое. Часик, он же Часовьяр, как вы оцениваете ситуацию? Значит, там тоже определенные рационные как бы происходили процессы непростые, противник осуществляет давление по всем трем направлениям, мы помним, что с севера это Калиновка, в лоб непосредственно это микрорайон Канал, и южнее этого микрорайона пытается выйти на микрорайон Новый, и еще южнее дорога Иванская. А кроме того, бои Клещевка-Андреевка, кстати, Клещевка-Андреевка, тоже, скажем, якобы информация проходит, что наши провели успешные контратаки. То есть, еще раз подчеркиваю, что имеет место активная оборона на каких-то направлениях, если непосредственно вот по тем пунктам, которые мы с вами оговаривали, ситуация усугубилась или как усложнилась. Вот для нас то южнее Клещевка провели контратаки и в каком-то смысле улучшились, но по-прежнему ситуация остается сложной, по частному и яру. Начальник генштаба вооруженных сил Беларуси заявил о том, что Беларусь применит ядерное оружие, если будет угроза для независимости. Ранее поступали сообщения от белорусской, от российской стороны о том, что Украина перебрасывает войска на границу с Беларусью и готовится к вторжению на нескольких направлениях. В направлениях обстановка на белорусско-украинской границах характеризуется нарастанием напряженности, об этом заявил зам командующего силами спецоперации вооруженных сил Беларуси Лукашевич. Лукашевич утверждает, что по информации Министерства обороны Беларуси, Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение, военную технику, в частности, по его словам, в Житомирской области размещены американские боевые машины, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобольная артиллерия и другая техника. Возможно, Беларусь готовится именно в такой способ отмечать грядущий день независимости. Я, если коротко, охарактеризовал таким пословице «думками богатея». Поскольку ей напомнил, скажем, первый год войны, когда чуть ли не каждое утро просыпались, начали белорусы, не начали боевые действия и все остальное, надо оценивать по потенциалу. Потенциал для того, чтобы существенно развернуть действия и наступать, у них там, по сравнению с тем, какая у нас там система обороны, потенциал слабый. Но это во-вторых. Во-первых, вот эти посылы относительно ядерного оружия, ему дают бумажку, он читает, что ему дают, поскольку ядерное оружие им так и не передавалось. Может, заводилось, не заводили, не заводили, дело другое, но то, что вооруженным силам Беларуси оно не передавалось, это однозначно. Во-первых, по-прежнему они там готовят эту базу, где оно должно размещаться, а там, где якобы оно есть, готовятся средства, то есть самолеты и носители готовят, и батареи Искандер, предположим, тоже готовятся, белорусы готовят. Но и как только дело дойдет до применения, если вообще дойдет, то там будут только российские офицеры. Это ядерное, которое якобы заходят, почему там и американцы, так, может быть, к виолу на это реагировали. Но Путин воспринимает даже искусственные какие-то посылы, которые он организует с точки зрения давления на американцев, те же и на руководство европейское, ну, то есть, изыскивает какие-то новые возможности. Поскольку придумали вот игры в Беларуси с ядерным оружием, американцы как-то невнятно себя повели. Вот они со стратегическими разведчиками повели над Черным морем, американцы невнятно, россияне их потопили, на что американцы сказали, это пилоты плохо подготовлены. Игорь Александрович, согласитесь, что в Соединенных Штатах Америки сейчас много чего невнятного, а это я так тонко намекаю на состоявшиеся дебаты Трампа и Байдена. Наверное. Кстати, специалисты, военные вообще нарисовали программу, с которой мы об этом давно говорили, они взяли, так сказать, ее оформили. И через свои средства западной информации, американские, значит, выложили читатели, которые говорятся о том, что надо принятие качественные изменения войны, где надо дать, чтобы достичь силы. Более того, их экономисты говорят, что если действуют так же, как ранее, то Америка будет в проигрыше экономическом, не говоря уже о военном. И вот по совокупности это как бы должно заставить руководство поменять ситуацию, потому что до 2024 года есть три варианта действий. Это первое, проукраинское, где они услышат руководство и изменят ситуацию, то есть вооружение будет поступать современным в широком спидке и быстро. Второй вариант промежуточный, такой, как сейчас, то есть увеличены президентской гонкой, все, а это там с Украины, это второстепенно. Поэтому результаты вот на тех уровне того, что у нас сейчас происходит на фронте. И третий, антиукраинский. Трамп пришел к власти и прекратил поставки вооружения. Это все усугубит ситуацию, которая сейчас на фронте. Вот поэтому по большому счету в зависимости от того, каким образом за летом будет оборачиваться помощь, и от которой будет зависеть выход на какой-то один из вариантов, то можно будет спрогнозировать дальнейшие действия. И пока, значит, чуть ли и нынешний президент, и бывший президент, говорят, что не знают, как лучше все порешать, что они умелые, энергичные, профессиональные. Ну, а это из того, что они говорят, из того, что сейчас пока происходит с их помощью и состоянием, связанным на фронте, так сказать, с моей точки зрения, нельзя. Институт изучения войны пишет также о том, что Путин сформулировал теорию победы в войне против Украины, которая предполагает, что оккупационные силы Российской Федерации могут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя вооруженным силам Украины проводить успешно контрнаступательные операции и одерживать победу в противостоянии на истощении. По мнению аналитиков, вражеское военное командование сейчас предпочитает последовательные наступательные операции, которые могут помочь что-то получить постепенно, а не проведение широкомасштабного наступления, которое имеет цель у достижения значительных операционных успехов благодаря быстрому маневру. Но это то, что мы сейчас наблюдаем, и эксперты, ваши же коллеги, военные аналитики говорят, что по сути Россия проводит до 10 локальных наступательных операций сейчас на территории Украины. Да, это выглядит именно так. Постепенное, ползущее, ресурс позволяет российских. И тут вопрос, если мы уже обсуждали, не будем повторяться, не изменится ситуация с поставками, то для нас она, к сожалению, будет выглядеть. Если вот так, то это второй вариант промежуточный, не лучший для нас. Но, может, как лучше, так и хуже. Сохранение Украины, вступление в НАТО и сатисфакция. Зеленский назвал условия, на которых Украина готова к окончанию войны. На вопрос американской журналистки, что означает для Украины реальная победа, и подразумевает ли она возврат всех территорий, президент ответил, что нужно не допустить разрушения Украины, а также обеспечить невозможность повторения агрессии, что, по словам Зеленского, потребует принятие Украины в Европейский Союз и НАТО. Если у нас этого нет, я полагаю, говорит президент Украины, есть большие риски для нас, что враг снова вернется. Нам нужна коллективная защита Украины. При этом возврата всех украинских территорий по границе 1991 года, как условия реальной победы, президент в своем ответе не упомянул. Также Зеленский заявил, что Украина и Запад по-разному понимают победу в войне. По словам украинского президента, на Западе желают сохранения Украины, но не хотят при этом развала России или смены Путина. Давайте разбираться. Сохранение Украины первое условие, далее это вступление в НАТО и сатисфакция. Ну вот, хотелось бы знать про сатисфакцию. Сохранение Украины действительно это достижение. Третий год войны мы воюем с ресурсным государством. Как бы там ни стебались по поводу потенциала его второй в мире, как он реализуется, особенно в начале войны, мы тоже видели, с ними можно и нужно бороться. Но по потенциалу это выглядит вот так. Более того, что на третьем году россияне подняли свой потенциал. И по основным параметрам вооружения и по личному составу они нас превосходят. Поэтому, значит, вот эту сатисфакцию как выходить, это большой вопрос. То есть государственность остоялись, территории пока потеряли значительные. А сатисфакции в НАТО пока нас не примут. А с сатисфакциями надо разбираться. В чем тогда наша сатисфакция и как по времени это будет выглядеть. Поэтому вот это я как бы оставляю за нашим руководством, как они прокомментируют в ближайшее время, как они это видят. Другое дело, что идет борьба, скажем, военно-дипломатическая, да, но ее результаты, они связаны с состоянием дел на войне. Это понятно. Поэтому надо менять здесь ситуацию, то есть приводить стабилизацию, и потом думать, если будет такого рода помощь, и с диакупасами. Однако на текущий момент все выглядит очень сложно, даже со стабилизацией. По поводу переговорного трека, президент говорит, что переговоры с Россией могут начаться после того, как в мире будет выработан план урегулирования и согласуют его с Украиной. По словам Зеленской, в выработке планы должны принять участие страны с разных континентов, от Европы, Америки, до Азии, с Африкой. Также Зеленский сказал, что при обсуждении территориальной целостности Украины может быть использована модель аналогичной зерновой сделки. И напомнил, что это были два зеркальных соглашения, Украина и Россия, но не между собой, а с посредниками. Турция, Организация Объединенных Наций, мы это с вами помним, и Зеленский говорит, что тогда это сработало. Ну, зерновая сделка – это один вопрос, а вопрос территориальной целостности – это совершенно другой. И применима ли та модель к зерновой сделке к вопросу территориальной целостности государства? Ну, вот усилия, которые предлагаются в наши военные дипломатические, с нашими союзниками. Достаточно много собралось, правда, без России, поэтому треть не участвовала ввиду отсутствия России. Теперь предполагается, что поскольку прямые переговоры у нас юридически неприемлемы для Украины, то выбирается схема, вот та, о которой говорили. Тут вопрос с зерном, не с зерном, нефтью, паломом или чем-то. А тут, скажем, алгоритм действий какой. Вот алгоритм действий хотят использовать такой, как это было там, через структуры, а не непосредственно. Ну, это все как бы относительно, наверное, важнее дьявол-то в деталях. Как и в каком виде доберутся эти ситуации, да? То есть мы поговорили, что НАТО нет, ситуация здесь сложная, значит, с состоянием текущим. А вот с удовлетворением сатискации, если будут принимать кроме 2-3, которые в саммите в Швейцарии принимали участие, ну, еще добавится 1-3, в том числе и россияне. И как это повлияет на какого уровня договор, и как он будет обеспечивать реализацию интересов наших украинских. Я думаю, за лето эта ситуация прояснится. Игорь Александрович, возможно, что-то и произошло на саммите в Швейцарии, на конференции «Глобаны», потому что уже там, я думаю, все без исключения отметили, что, ну, поменялась все-таки риторика и Зеленского, и в целом политического руководства страны. Тогда Зеленский сказал, что Украина готова хоть завтра отсидеться за стол переговоров с Россией. И, понятное дело, что речь идет о представителе, пояснял Ермак. Условие одно, если Россия будет уважать территориальную целостность и независимость Украины. Ранее постоянно апеллировали исключительно к одному документу, это формула мира президента Зеленского. Главный пункт, первый пункт, гласит о том, что российские войска должны покинуть территорию Украины, включая Крым, речь идет о международной признанной территории в границах 1991 года. Сейчас же Зеленский говорит, что нужен какой-то план, и этот план должен появиться на его столе к концу года. И здесь множество вопросов. То есть формула мира – это уже не план, она свое отыграла. В этом плане должны принять участие страны всех континентов. К чему мы, собственно говоря, идем? К чему нас ведут? Ну, ведут, то есть есть попытка доработать какие-то варианты военно-дипломатические, это так называют. Вот, и здесь, ввиду того, что похоже, что наши союзники, в первую очередь, американцы, это в ближайшее время будет выявлено и намерены расходовать свои вооружения и средства для победы той, которую они уже выговаривают нашу, но которую они, может быть, не готовы обеспечивать. И в связи с этим, если это так, значит, тогда нарабатывается вариант промежуточный второй, может быть, усиленный. И поэтому, хотя американцы говорят, что это дело Украины принимать решение на самом правде, или это зависит от помощи, они это понимают, поэтому это такая игра, лукавая игра в военную дипломатию. А все остальное, производное состояние, насколько у нас сильная будет позиция, и насколько нас сильно поддержат наши союзники. На текущий момент это выглядит не очень оптимистично. Начальник штаба Азова Кратевич выступил с угрозами в адрес тех, кто выступает за остановку войны по линии фронта, то есть уже и военные начали комментировать происходящее, вот те заявления, которые сейчас звучат из уст Зеленского и даже некоторых политологов, никакого мира без победы. Победа одна, ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо и вам, и им. И если это пробивон, даже не думайте. Написал достаточно сдержанно. На ваш взгляд, не идет ли все к тому, что будет какое-то противостояние между политическим руководством и военным? Относительно модели завершения войны, предположим. Ну, Кратевич, видите, он как бы без угла с одной стороны, он как бы с другой стороны выходит из сферы военной и больше занимается военной политикой. Ну, у нас демократическое государство, но я просто к тому, что если он хочет этим заниматься, надо писать рапорт, увольняться из вооруженных сил и заниматься политикой. А находясь вооруженной силой и заниматься ей – это нарушение. И опыт не только нашего государства, а других показывает, что… которое вряд ли переведет к успешным действиям для нашей страны и для успешных действий силы обороны Украины. Поэтому сама идея его понятна. То есть я тоже считаю, что надо отстаивать весь вопрос «как?». А быть хорошим политически, что без угла, что кратевища, что быть кому, говорит, что надо все на 91-й год, и сейчас, и сразу россияне должны пробежать. Как мы видим, они этим заниматься не собираются. Более того, изо дня в день продвигаются, медленно, но продвигаются. И очень серьезная задача. Первая из стратегической оборонительной операции, когда с конца прошлого года эта задача до сих пор не выполнена, это задача остановить продвижение противника. Поэтому надо бы сосредоточиться, если он военный, и остальные военные, именно на этом. Но логичный вопрос со стороны военных – дайте соответствующее вооружение и пополните нас военнослужащими. То есть возможности для решения этих задач были, они своевременно не были закрыты, поэтому идет тяжелая работа по исправлению этих ошибок уже сейчас, по ходу, как говорится, а это всегда тяжелее. По поводу Марьяны Безуглой, которую вы упомянули, она подала заявление в ГБР на Александра Сырского, считает, что по приказу главкома ее не пускают в подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся в прифронтовой зоне. Ранее она приводила скриншоты сообщений, где, как утверждает народный депутат командования, отдает приказы не допускать Безуглу и сопровождающих ее лиц на командные пункты, батальоны и роты. У меня такое впечатление, я уже где-то комментировал на эту ситуацию, ну, по Безуглу еще ранее, что ее поведение деструктивное, на мой взгляд, однозначно, так как представители верховной власти, которая так себя ведет во время очень тяжелого периода ведения боевых действий. Так вот, я хочу вернуться к примеру советскому, когда молодой немец, Руст, сел на электромоторном самолете на Красную площадь. И после этого поснимали много там руководства, министра обороны, главкома и так далее, и так далее. И, значит, в народе это называлось как главный кадровик вооруженных сил, этот немец, Руст. Такое впечатление, что вот она как бы нарисовала себе такой образ, ну, достигла, может быть, как она считает, определенных успехов, имеется в виду, и по Залужному она старалась, и по Содолю, и под Сырского там заложила боеприпас уже политический, как бы кадровый, вот, ну, и так далее. Вот дальше так, поскольку существенно как-то ее, она считает, что вот такой подход, это, опять-таки, видите, как в борьбе за правду можно бороться вот таким образом. Было бы лучше, если бы она способствовала, чтобы, ну, например, вот этот закон, который про мобилизацию не 4 месяца принимался, и был принят в варианте, который способствует только решению вопроса по учету. Ну, и так немножко продвигается, конечно, мобилизация, а вообще-то направлено в первую очередь вот так, и это 4 месяца, и это в таких условиях, которые на фронте. Вот задача, которая должна была бы выполнена, и выполнена некачественно, поскольку нет результатов, не пополнены бригады на фронте сейчас, и на последствия какие у нас не сформированы резервы, и причем это не зависит от наших союзников, а это наше внутреннее домашнее задание, которое сейчас очень сложно теперь решается. Вот функция, значит, парламентария, в том числе и ее. А она хочет, ну, может, она хочет там министра себя, потому что кого-то убили, трудно сказать, но вот прообраз такого в лапках кадровика, он как бы черный прообраз для силы обороны в Украине, в условиях, когда они ведут тяжелейшие боевые действия с противником. Вот в этом контексте тема, которая связана с Марьяной Безуглой, она уже вышла на странице из западной прессы. Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат, цитирует британское издание The Guardian Марьяну Безуглую. Безуглая также заявила газете, что некоторые генералы отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций, просто для того, чтобы поставить галочки в нужных полях. Но это достаточно серьезное обвинение. Издание при этом отмечает, что в начале войны украинские генералы чествовали, но после провала контрнаступления на юге и недавних успехов Москвы, жалобы на их тактику и отношения к войскам участились. Также The Guardian пишет о том, ссылаясь на источника Министерства обороны Украины, что изначально Безуглу не любили в армии из-за критики залужного и попыток командовать генералами в стиле комиссара гражданской войны, но теперь военные читают ее комментарии с удовольствием, потому что она поднимает важные вопросы. Вообще можно не быть на фронте, можно глубоко там не копать, а ее не пускают глубоко копать, наверное, судя по всему. Но иметь в виду, что как только становится где-то плохо, всегда можно найти крайних и крайние все. Могут быть найдены и опять-таки стать правдоискателем. То есть раз не складывается, раз плохо, то значит в этом плохо, виноваты Тесе, и все как бы становится на места. Поэтому это же не новая позиция. Посмотрите историю войн и даже больших войн. Первой, Второй мировой войны и ведения действий, участие того же союза стран Британии, Америки во всех. И касалось ли не только действия, скажем, Советского Союза, куда на то время входила Украина, а другие государства, там тоже были генералы. Когда наступали, это было успешно, то да, их поднимали на счет. А когда были неудачи, то они были крайними, их снимали. И, например, героя, так сказать, Второй мировой войны, американского генерала, который возглавлял Маккартеру, по-моему, на Корею в войну, потом останавливали и говорили, что... ну и так далее. То есть позиция эта не новая, когда тяжело, когда, значит, хочется изменения ситуации, и когда делается вот такого рода подача, то эти зерна информационные, не лучшие, я бы сказал, для условий ведения войны, они находят свою почту и произрастают. То есть исторически это не новое, можно спекулировать этим вопросом, и всегда находятся люди, которые этим занимаются. Хуже то, к чему приводят, какие имеют место последствия такого рода действия. И мы уже видели, и уже видим, то есть те же солдаты, которые говорили, что заложенный – это тот человек, который не готовил под его знаменами воевать, но, значит, она снимала заложенного. Теперь пришел Сырский, там был Содаль, который, значит, этих надо снимать. Это все будет до тех пор, пока будет, так сказать, нет, не будет, конечно, победы, если она будет в таком виде, как хотелось бы. А вот в виде, в котором бы хотелось уже сразу, в таком ближайшем времени будет тяжелая ситуация в борьбе за все эти достижения, и плата очень серьезная, потому что идет тяжелейшая война. Поэтому, с одной стороны, были, есть и будут оставаться люди, которые это делают. Другой вопрос, значит, к чему это приводит и как это будет сказываться. На фронте кому тяжело, если ему поскажешь, что это тяжело из-за того, что тот где-то как-то, трудно сказать, видит, они там из-за копы видят, что там делается в генеральном штабе, на мой взгляд, это достаточно сложно. Вот, но показать, что, конечно, ошибки были, если будут оставаться у всех, у противника, у нас. Мы с вами сегодня анализировали и видели, на одном участке фронта наши даже контратакуют, на другом это удалось сделать россиянам. Вот, и всегда и там, и там, значит, посмотрите характеристики. Когда произошли наши провели контратаки, посмотрите реакцию их блогеров. А потом посмотрите наоборот, когда на торецке продвинулись, ну, посмотрите реакцию, как описывают, значит, с другой стороны эти действия. Они очень будут похожи. То есть тут вопрос, в общем-то, даже, если хотите, философский. Но так или иначе в этих условиях все, что приводит к дестабилизации системе дисциплины в армиях, это недопустимо. Это я знаю точно, и с этим надо бороться. Военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, а также основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко был сегодня вместе с нами. Игорь Александрович, спасибо вам за этот эфир. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей, подписчиков канала за внимание, не подписаны на Политеку. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и берегите себя. Всего доброго. До свидания.